Нет, не надо слов, не надо память, это мой последний день на Титанике. Торжество в этот день проходило не на Титанике, а в Доме культуры Мир города Домодедова. Ведь почтовое отделение Ленинского района относится к Домодедовскому почтанту. В зале собрались лучшие представители своего дела. В 85 лет почтальоны два раза в неделю приносят нашим подписчикам любимого на территории Ленинского района. И вот мой коллега Александрович уже сказал, мы с Лалиной Васильевной тоже договорились, и мы тоже поддерживаем ее инициативу, и тоже учредили уже сейчас свои, правда, денежные призы за то, какой почтальон подпишет наибольшее количество подписчиков газеты Ленинские вести. Ленинский муниципальный район самый быстро растущий на территории всего Подмосковья. Поэтому Нивы для обретения премии Видовской киносети благодатны. Но это дела будущие, а сегодня чествовали героев настоящего. Я всех почтальонов нашей большой страны поздравляю с наступающим праздником. 9 июля день Российской почты, ей очень много лет. В каждом уголке нашей страны в этот день будет праздник, ведь у нас сотни тысяч человек работают в этой отрасли. Всем желаю крепкого здоровья, мира тепла, семьям и всего самого хорошего. В Домодедовский почтамт входят три района. Ленинский, Домодедовский и район Новая Москва. Сегодняшний праздник для всех отделений сразу первый в его истории. Однако с этого дня было принято решение проводить его ежегодно. Эти праздники всегда были и будут. Просто, как мне сказали, что они были в разных районах, но мы в этот раз решили объединить в один район. Помните героя чеховского рассказа Ваньку Жукову, который сочинял письмо на деревню дедушки? Сегодня любой мальчишка отправит послание СМСкой или электронной почтой. Однако обычные письма все равно писать продолжают. Пишут и бумажные письма, потому что многие считают, что это более надежно, чем электронные письма. Пишут, не только они еще и телеграфом пользуются, телеграммы отправляют. Потому что это важно. То, что, ну, все-таки для людей это, как сказать, то, что на руках ты держишь, нежели в телефоне. То есть какое-то письмо это делается с душой. Электронная переписка это, конечно, очень быстро. Однако ни одно электронное письмо не способно передать почерк близкого, но далекого сейчас человека. К тому же вот это письмо пришло из Тамани, и, знаете, оно пахнет морем. За год по миру почта доставляет 438 миллиардов писем. К тому же электронная переписка во многих сферах человеческой деятельности не отменяет бумажную корреспонденцию, а ее дублирует. По делам фермы посылается письмо в электронном виде, но также просят присылать именно на бумажном носителе, то есть письмо с отческом живой печати. Потому что это, ну, юридическое лицо. Это взаимодействие двух органов. Поэтому, ну, как бы в электронном виде не всегда подходит. Особенно если это касается каких-то судебных заседаний или каких-то решений, то это обязательно должно быть на судебном, на бумажном носителе. И все. Поэтому без почты России, ну, пока никак. Помимо письменного сообщения, почта оказывает и другие, не менее важные услуги, столь востребованные у населения. Посылки, это пересыл посылок, это международное управление, тоже посылки, мелкие пакеты, оплата коммунальных услуг, оплата телефона, оплата штрафов, налогов. Театр возник многие тысячелетия назад, однако с развитием кино и телевидения он никуда не исчез, а, напротив, стал классическим видом искусства, так и почта. Возникнув в древних государствах Месопотамии, Апианина и других регионах, она существует и по сей день по всему миру. И можно с уверенностью сказать, что День Почты России мы отметим еще не раз. Ирина Тихановская, Илья Кремнев, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...